Педагоги, работающие в общеобразовательных и специализированных школах, обладают правом на получение некоторых льгот и преференций. Большая их часть становится доступна по достижении определенного стажа работы в сфере образования. Кто считается учителем-ветераном? 7 сентября. 2019 год был издан приказ президента номер 1099, последняя редакция документа от 19 июня 2020 года. С момента ввода распоряжения в силу в России появилось новое звание «Заслуженный учитель РФ». Его присуждают преподавателям, суммарно проработавшим в общеобразовательных и специализированных школах не менее 25 лет. Получение отличительного звания предоставляет учителям право на получение ряда государственных льгот и привилегий. Фиксированная выплата заслуженные учителя получают выплату. Ее размер отличается по стране, так как он устанавливается на уровне регионального законодательства. В зависимости от правил, установленных в субъекте, она может носить как разовый, так и постоянный характер. Например, в Москве при присвоении гражданину звания заслуженного учителя, ему выплачивается разовое пособие в размере 300 тысяч рублей, денежные средства выдаются только один раз. В регионах, где применяются ежемесячные выплаты, заслуженные учителя получают денежные средства в среднем размере около 1 тысячи рублей, данное право сохраняется независимо от того, работает ли гражданин, получивший звание, в школе, сменил сферу деятельности и место трудоустройства, или вышел на пенсионное обеспечение. Стоматологические льготы заслуженные учителя могут бесплатно пользоваться социальными стоматологическими клиниками. Им предоставляется возможность зубного протезирования. Государством оплачивается изготовление протезов, обслуживание, ремонт конструкций. Важно! Бесплатно можно получить только протезы, изготовленные из стали. Если гражданин хочет установить конструкцию из керамики или какого-либо драгоценного металла, то он должен оплатить стоимость материалам из собственного бюджета. Налоговые льготы в сфере налогообложения заслуженным педагогам доступны следующие преференции – освобождение от налогового сбора на имущество и земельные участки. Льгота предоставляется на один объект одного вида. Например, получить льготу можно на квартиру, садовый участок, гараж и т.д., однако одновременно освободиться от налогов на два частных дома нельзя. 50- и процентная скидка на транспортный налог. Точные условия предоставления льготы устанавливаются региональным законодательством. В одних субъектах установлено ограничение по максимальной мощности двигателя автомобиля, в других – по стране производства и т.д. Другие льготы заслуженные учителя имеют право на 50% ую компенсацию стоимости билетов на поезда, автобусы и самолеты, купленные для поездки на отдых и обратно, только в пределах территории страны, 50% ую скидку на стоимость жилищно-коммунальных. Услуг. Привилегии работающим учителям, не имеющим звания заслуженного педагога. Действующие педагоги получают следующие привилегии. Первоочередное зачисление детей не обучения в школу, где работает гражданин. Частичное возмещение расходов на транспорт, как на личный, так и на общественный, присутствует в него. Всех регионах. Возможность воспользоваться льготным и потечным кредитованием, условия и требования отличаются в зависимости от конкретного банка. Молодые специалисты, которые после окончания обучения в высшем образовательном учреждении получают подъемную выплату при трудоустройстве педагогам в школе. Это разовая финансовая поддержка. И ее размер в разных субъектах отличается. В среднем выплачивается сумма около 10 тысяч рублей. Спонсор этого видео – Центр юридической помощи «Бастион», бесплатные юридические консультации круглосуточно. Телефон центра 8 800 555 67 55, добавочный номер 769. Адрес сайта указан в описании под видео. Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на канал. Поделитесь в соцсетях. Всем пока!